играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомита 7 нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tank сегодня у нас на обзоре тяжелый танк американский 6 уровня павлак там проходная прокачиваем ветка которая недавно появилась нашей игре и начинается на именно с этой машины 6 уровня все у нас полноценный гайд обзор по этой тачке вот что она из себя представляет и предлагаю сразу пойти посмотреть брак бронирование этой машины погнали и так вот он наш павлак танк весь зелено-желтый по ходу бронит в нем вообще нет дать правильного поставим у нас под хорошим рикошетным углом нлд в лд у нас немного закруглены давайте глядей что касаемо нлд 74 и даже несмотря на хороший угол все это дело пробивается все мечты это приведен к так-то 44 нижняя часть тоже можно пробить центральная часть 111 в лд начинает со 121 да да броня тут есть 100 миллиметров фактической брони выше 126 127 дальше начинается рикошетный угол сто тридцать восемь еще выше у нас 55 миллиметров бронеплита но она расположена по таким сумасшедшим углом что систему даже пишет рикошет хотят в приведенки 82 над гусеничные полки у нас очень крепкие 164 178 этому танку лучше сюда сюда да и сюда на самом-то деле лучше не стрелять что касаемо в лд у нее действительно все крепко подбашенная рубка по центру люк мехота 115 здесь 172 184 195 здесь аналогично очень крепкая подбашенную рубка если уж стрелять то непосредственно в люк них вот касаемо башни она у нас сферической формы закругленная и это значит что самые слабые места будут ближе к маске вот здесь 167 164 170 200 180 200 невероятно крепкая башня верху планочка всего лишь 50 миллиметров но хороший рикошетный угол дает нам приведенки 144 и рикошет системы пишет маска орудия 161 по центру выше 300 300 есть лючок 120 миллиметров чуть чуть правее чуть чуть левее 125 в целом в целом если не брать нлд то в лд у танка в лд очень крепкая здесь все крепко здесь все крепко башни невероятно крепкая маска крепкая узи слабое звено и лючок но лючок такой маленький достаточно 63 бронирование у нас по корпусу и это говорит о том что мы можем замечательно все тут танковать то есть танку этот борта по влаг все хорошо за исключением конечно же щеки над гусеничной полки погнали вам так с броней все выяснили давайте смотрите основные модули по основным модулем у нас здесь три пушки стоковая сумасшедшая слабая да хотя нет чего три четыре секунды заряжается точность правда 0 4 время комфортная пушка на ней принципе можно начинать играть вот эта пушка мне очень тоже понравилось точность получше но мы конечно хотим топовую в 240 альфы 160 пробития на основном 205 на голде 9 секунд заряжается 0 42 точность рейси день 24 тыс шот дпм что касаемо башни 102 64 38 140 естественно добавляется в круговую ваш башни броня 35 скорость поворота здесь у нас скорость 32 350 обзор здесь обзор 306 10 метров и побыстрее накрутиться рекомендую прокачать до 615 рацию метров здесь 395 движок у нас 650 лошадей против 600 ну небольшая прибавка процентов 7 будет ну и топовая ходовая быстрее крутится 32 здесь у нас 30 по полевой модернизации значит вот вот так качаем так секунду кроме огневую мощь а время сведения все у нас тут полное говно не уж лучше поставить отстройку полосы и звукоизоляцию в пятом блоке что касаемо оборудование несколько вариантов сборки все здесь опять же свистопляска вокруг досылатель идет аж пушка достаточно долго заряжается в центр ставим досыл а вот первый слот может ставить либо закалку либо вентиль в последний слот можете ставить если поставить закалку либо вентиль либо турбину вот такие вот сборки наиболее лучшим образом для этого танка подходят по снарядам основной снаряд здесь у нас бронебойный 972 метра в секунду летит кстати неплохая скорость как для ббх почти косарь и тысячи почти 200 подколы летит голода неплохо неплохо по снаряжению ремка аптечка огнетушитель но как всегда экипаж обычный же не прям там не переобучил на эту машину поэтому ведь все красное будут потери в тактико-технических характеристиках соответственно я поставил бог паек виде колышу путь как-то минимизировать эти потери по пушке минус 5 и это самая боль этого танка у вас нету увн от слова совсем по хп 950 такой себе нормально на самом деле учитывая его подвижность по мобильности 49 вперед полтос 16 назад почти 19 6 день на тонну реально хорошо едет как для тяжа по незаметности понятное дело здесь ее нету по обзору 370 метров могло бы быть 300 почти 90 но у меня штраф из-за командира по плюсам и минусам этой машины танк высокий и очень длинный соответственно попадать в него достаточно легко но в лоб попадать лучше ему не попадать потому что но он реально крепкий что тут даже говорить вот по броне в целом конечно плюс по пушке все хорошо за исключением двух моментов это то что пушка достаточно долго заряжается и самый жирный минус это то что у нас отсутствует у вы едны вот увы на по подвижности все станком супер все супер ладно погнали в бой посмотрим как павлак играет современным брендами по первым так попали мы к восьмым было вот у нас обзор танка павлак танк 6 левел америка проходная прокачиваемая ветка здесь в этом бою мы скорее танк поддержки потому что упарываться 7 лавела восьмые нет никакого желания вот и думаю где нам поддерживать наши там прям так хочется поехать тяженько завязка хочу чтобы у нас все хорошо зубы на что мы сплоченно все жили вас дружили нету жили короче стоят все и вперед мы упарываться не будем брони у нас как таковой нету здравствуйте коллеги старались весь день на сяйниках и реветь и армену на сяру херать как все и и и и и и и и Продолжение следует... Так, пятьсот настреляли. Так, поддержки. Вот так, опусти, от них не плик уже. Вот он, ключ к успеху. И первые все, уроды, а я олигарх. Продолжение следует... Сбили-выли, делать будем. Да, да, да. Да, Джори Гварданов. Косарь дали, насветили. Стерва, стерва, стерва. Оп, 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 оп. Ну и все, победа. Шестой левел, косарь против восьмых, седьмых, нормально. Суммарно 1600, пойдем. И все, победа. Ну, такой вот этот танк. Да, на нем можно играть даже против старших левелоптайков. Потому что пушка неплохая, на самом-то деле. Топовая только. Ребята, пишите в свои комментарии, кто проходил эту ветку, кто помнит танк. У кого он до сих пор стоит в ангаре. Вот, позорная. Пятое место по урону. Да, а наши вот топчики. Да, 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 да. Пишите в свои комментарии, на каком оборудовании вы катали эту тачку. Может быть не на топовой пушке. Я помню, что предтоповая пушка тоже хороша. Она КД хорошая и все такое. Вот. Ставьте лайкосы. Да, кстати, оценку танк давайте поставим. Ну, 4 с минусом. Все равно, конечно, это не имба. 4 с минусом поставим. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, новых обзоров на нашем канале. Пока. Играешь танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод. И обязательно прожимай колокольчик.